Ремонты в квартирах ветеранов Великой Отечественной войны продолжатся и дальше. Об этом сегодня заявили городские власти. После 9 мая город получил еще около 200 заявлений на бесплатный ремонт и обратился в городскую думу с просьбой выделить дополнительные средства на эти цели. Парламентарии инициативу поддержали. Мария Поздеева продолжит тему. Пришли у нас тут гости к тебе. Фаина Алексеевна плохо слышит, почти не видит и уже не ходит, но в последнее время эмоции через край. Труженицы тыла и медаль к 70-летию победы вручили и бесплатный ремонт в квартире сделали. Как бригада справилась с работой, ветерану Великой Отечественной рассказывает ее дочь. В целом и она и мама ремонтом довольны. Ремонт сделали полностью всей квартиры. Сделали за две недели. Очень, конечно, оперативно. Все молодцы ребята, хорошо все старались. Обои мы сами выбирали. Как нам понравилось, такие выбрали мы. А поклеено все хорошо, видите. К обоим претензий нет. В этом убедилась и комиссия. А вот на полу заметили шероховатости и неравномерность в покраске. Представители ТОСа и Центра по работе с населением, специалисты Департамента градостроительства и инфраструктуры проверяют все досконально. По просьбам жителей микрорайона они мониторят ситуацию, насколько качественно выполняют ремонт в квартирах ветеранов. Вот ванной хорошо, что сделали. Поменяли ее, новую поставили. Но опять же хотелось бы, чтобы вот эти все, вот этой черноты не было, чтобы эти все стыки были промазаны. Очень хорошо сделан потолки. Побелена чудесно. И такая ревизия в каждой квартире. Если есть жалобы от хозяев и ремонт действительно выполнен грубыми нарушениями, подрядчик обязан все устранить в кратчайшие сроки. Кстати, обновление квартир ветеранов Великой Отечественной продолжится и дальше. После 9 мая поступило еще 200 заявлений на бесплатное проведение работ. А значит, необходимы дополнительные средства. Инициативу городских властей депутаты недогласно поддержали. Первый транш в размере 1 миллиона рублей выделились сегодня на сессии Гордумы. Квартира ветеранов есть поручение главы, по которому мы пока не обеспечим последним ветеранам ремонт квартиры. Мы этим вопросом будем заниматься. Как всегда, мы начинаем ремонт активно проводить. Возникают новые ветераны, новые заявления. То есть поступает довольно много сейчас. И пока не будут все удовлетворены, работа будет продолжаться. Это поручение по финансированию глава дал. То есть на каждую сессию будет вноситься инициатива по тем деньгам, которые необходимы для проведения этих работ. Напомним, в этом году уже было выделено около 30 миллионов рублей. На эти деньги отремонтировали 300 квартир вологодских ветеранов. Причем зачастую не только делали ремонт, но обследовали и меняли газовое оборудование и инженерные сети. Все это подарок к юбилею Победы.